МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Москве глава республики подписал соглашение с партнерами. Соглашение о строительстве кадетского корпуса четырехстороннее. Подписи в документе поставили министр обороны, полномочный представитель президента России в ПФО, глава Чуваши и руководитель группы компании Ренова. Виктор Виксельберг намерен вложить частные инвестиции в реализацию проекта. Шефскую помощь региону окажут и в штабе вооруженных сил страны. Кадетский корпус в Чебоксарах примет более 400 ребят. Для них возведут спальные и учебные корпуса, спортивный зал и комплекс для военной подготовки. Михаил Игнатьев отметил, что новый кадетский корпус – заветная мечта многих ребят. Сейчас в федеральные бюджеты дополнительные инвестиции будут вкладываться. И практически поэтапно мы будем вводить. И наши кадеты только ждут, когда же ведется эта школа. Следующее хочу доложить перед министром обороны. У нас сегодня в разных войсках вооруженных сил Российской Федерации и военно-морском флоте служат 8 тысяч контрактников. И животный этот показатель улучшается. И выпускники разных школ всегда хотят поступить. Понятно, конкурс большой. И эта школа даст 400 кадетам поступать в высшие уже учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации. Подробнее об условиях соглашения смотрите в завтрашнем выпуске программы «Республика». А сейчас к другим темам. Состояние здоровья жители Чуваши обсудили на заседании Кабинета министров республики. За последний год ожидаемая продолжительность жизни выросла на 2,5 месяца. За последний год ожидаемая продолжительность жизни выросла на 2,5 месяца. Теперь показатели следующие. 71 год женщины, 52 года мужчины. Сохраняется естественный прирост населения. По итогам прошлого года 5 человек на 100 тысяч населения. Одним из значимых результатов является и рост числа долгожителей. Сегодня 85-летний рубеж перешагнули более 17,5 тысяч жителей Чуваши. В соритный юбилей отметили 98 человек. Большинство показателей смерти по сравнению с 2015 годом снизилось. Так, смертность от болезни органов кровообращения снизилась на 83%. От туберкулеза на 7,5. От ДТП на 11,3. Бладенческая смертность на 3,1 достигнув исторического минимума. Чаще всего люди умирают по-прежнему от болезни системы кровообращения. На втором месте внешние причины на третьем новообразование. А вот смертность от болезни органов дыхания в год борьбы с этими заболеваниями снизилась на 16%. Отметил министр здравоохранения Чуваши Владимир Викторов. В Чувашии за счет средств сэкономленных в результате проведения торгов на выполнение дорожных работ дополнительно отремонтируют 84 километра автомобильных дорог. Соответствующие изменения в распределении средств внесены в ходе заседания Кабинета министров республики. На 2017 год дополнительно включены 9 объектов в разных муниципалитетах. Кроме того, в этом году за счет сэкономленных средств планируется ввести в эксплуатацию почти 9 километров линий электропередач, построить 3 пешеходных перехода, 5 остановочных пунктов и завершить реконструкцию мостового перехода через реку Соломинку на автодороге Аниш в Янтиковском районе. До Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который в этом году пройдет в Сочи, остается чуть больше трех месяцев. С кандидатами на участие встретились послы фестиваля от нашей республики. Репортаж Ольги Порычкиной. Молодежь, чуваки, ждет ФМС, 2000 фестивалей! В ФМС это аббревиатура Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Советский Союз принимал его дважды в 1957 и 1985 годах. В 2017 его площадкой станет Сочи. Все заявки уже поданы, собеседование пройдено и сейчас кандидаты на участие ждут заветных списков. У фестиваля уже даже появился свой талисман. Символом фестиваля этого года стал хорек Шурик, а вот, собственно, его живой прототип. Шурик на общение настроен не был, в отличие от будущих участников. Так, Алина Языкова с удовольствием общалась не только с нашей съемочной группой, но и участниками фестивалей прошлых лет. Она собрала их впечатления и воспоминания в специальную книгу. Самые такие яркие истории, это, мне кажется, у Кустарина Игоря Владимировича, где он рассказывал про то, что он работал, получается, в обеспечении безопасности и встрече участников-делегатов. И там была история такая, то, что делегация пришла поздно и как бы осталось огромное количество продуктов, а что с ними сделать, непонятно, и им пришлось написать уже докладную на списание. И понимаете, то, что все эти соки, то, что колбаса и так далее, все, что было очень таким редким, просто засыпали хлоркой. Это было, наверное, мне кажется, очень обидно видеть, особенно советскому человеку, который не привык к таким изыскам. Так же, как и участники, мечтают увидеть себя в списках и волонтеры. Специальный корпус так называемых «серебряных волонтеров» составят те, кто старше 50 лет. Римма Ивановна Брейш любит работать с детьми. За ее плечами многолетний опыт в международных лагерях. Как-то я вот тянусь к молодежи уже всю свою жизнь. Нравится мне молодежь. Вот некоторые как-то относятся так-то невзначально, а нехорошо. Но мне кажется, дети, с ними добро относиться, они к тебе просто тянутся. Если списки участников и волонтеров еще только формируют, то послы фестиваля от нашей республики уже известны. Это кикбоксер Алексей Соловьев, гимнастка Полина Федорова и депутат Госдумы Алена Аршинова. Идея этого фестиваля – это сотрудничество, это взаимодействие, понимание. Это мир выше войны, выше политики, выше разногласий. А для мира, я думаю, что нужно немного. Нужно просто согласие. Вот как раз, я думаю, молодежь – это… И молодежь может быть проводником этой народной дипломатии. От нашей телерадиокомпании заявку на участие подали три корреспондента. Пожелаем им и всем остальным удачи. Ольга Пырычкина, Олег Якимов. Республика. В июле прошлого года научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга начал исследование общественного транспорта в Чебоксарах. В результате была создана полноценная пассажирская модель Чувашской столицы с планом реформирования существующей сети. Цели, которые преследуют городские власти – уменьшение загрузки дорожной сети, повышение устойчивости работы муниципального пассажирского транспорта, улучшение экологической ситуации. Всего этого можно добиться, если сократить дублирующие маршруты, обновить парк подвижного состава на треть и перейти от транспортных средств малой вместимости к средним и большим автобусам. Для этого потребуется изменить 16 автобусных маршрутов и 2 троллейбусных. А после отказа от маломестных маршруток и замены их на средние и многоместные автобусы больше будут не нужны целых 20 старых маршрутов, например, 48, 59 и 60К. Предполагается, что программа будет утверждена на 10 лет и одновременно улучшит комфорт перемещения. По городу для жителей и позволит решить ряд проблем троллейбусных предприятий «Чебоксар». Документ опубликован на сайте администрации. Все желающие смогут внести свои пожелания. До конца июля программу планируют утвердить, а уже осенью приступить к реализации. На левобережном пляже была радуга. Так называется пришкольный лагерь. 29-й Чебоксарской школы. Вместо прогулок на школьном дворе его воспитанники отправились на экскурсию за Волгу. То, что лагеря называются пришкольными, не означает, что дети сидят в классах или гуляют на школьном дворе. В программах смен значатся бассейны, театры, музеи, экскурсии, кино и вылазки на природу. В этот раз ученики начальных классов 29-й школы отправились на левобережный пляж. Ну, сегодня мы наконец-то выбрались за Волгу, на наш солнечный берег. Погода всю смену была плохая, дети так ждали. И вот, видите, мы играем в спортивные игры, веселимся, радуемся солнышку, свежему воздуху. И, конечно же, надеюсь, наберем сил для дальнейшей учебы. За то, чтобы на берегу не было скучно, отвечали специалисты управления спорта. На разных площадках играли волейбол, пляжный футбол, теннис. Мне больше игра нравится в пионербол. Ну, там мне надо метки кидать, противнику попадать и ловить мячик. К летнему отдыху детей, которые остались в городе, второй год активно подключают и городские парки. Наши школьники, посещая или Лакриевский лес, или парк Николаева, проходят определенные квесты, программу, посещают аттракционы, заползанные. Для этого созданы все условия и, в принципе, мероприятия отличаются от довольно-таки насыщенной программы. В июле лагеря с дневным пребыванием детей откроются на базе детских центров творчества. Там стартуют тематические профильные смены. Что делать городскому жителю, если захотелось настоящего свежего коровьего молока? Ответ на этот вопрос в нашем следующем сюжете. А я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения. Далеко-далеко на лугу пасутся ко. Для жителей больших городов это слова про то, как не близко от них настоящее свежее молоко и кисломолочные продукты. Впрочем, чебоксарцам и жителям города спутника повезло. В специальных молокоматах круглосуточно можно купить свежее деревенское молоко с семейной фермы и села Шимкусы Янтиковского района. Молоко собственное, которое не покупное, а именно, которое своих, скажем, коров. И продукция у нас качественная, без сухого молока, на настоящем сырье. С момента дойки до того, как молоко оказывается в молокомате, проходит не более двух часов. Такие показатели, как плотность, жирность и массовая доля белка проверяют в собственной лаборатории. За безопасностью и микробиологическими показателями следит санэпиднадзор. Сначала не верили, многие говорили, я помню это время, молокоматы, они работать не будут, народ, там доверие войти народу очень сложно и так далее. И они своим делом доказали. Ежедневно молоко-то меняется, вот мы часто опрашиваем, жители встречаемся, там никогда не бывает прокисшего молока. Особое внимание на ферме уделяют сбалансированному рациону буренок. Корма выращивают и перерабатывают сами. Свежее сырое молоко пользуется спросом у населения и в хозяйстве решили расширить ассортимент. Там открыли цех по переработке молока. Теперь жители столицы Чуваши и Ново-Чебоксарска смогут попробовать еще четыре вида продукции. Цельное пастеризованное молоко, топленое молоко, термостатное, ряженку и простоквашу. Их также можно купить в специальных автоматах у молокоматов. Молоко сырое объявляется ежедневно. Именно вот продукция, кисломолочная продукция, в течение трех-четырех дней у нас вся продукция там уже заканчивается. Мы каждый день тоже добавляем. Еще одно достоинство продукции – низкие цены. Держать их на таком уровне возможно благодаря отсутствию посредников между производителем и покупателями. Продолжение следует... Продолжение следует...